я хочу вам рассказать о такой штуке как ценность выгода что это такое с чем это едят почему это важно и какое отношение это имеет к стартапу сейчас я смотрю слушатели чуть-чуть поменялись а кто какой свой стартап а кто собирается делать свой стартап теплее могу дать 5 секунд подумайте может быть еще руки появятся это очень интересно кто знает что такое линии народ кто знает лин чуть чуть больше чем те кто хочет сделать стартап почему так я считаю кто знает что такое лин уже может задумываться какой-то новой штуки таким образом поговорим чуть-чуть о линии но не о самом линии а вот о той части который позволяет оценить зачем мы что-то делаем почему это кому-то важно как оценивают это люди почему за это хотят платить деньги в основном не хотят стартов это одна и та же проблема сколько стоит ваш прав и почему это два вопроса вокруг которых мы сегодня будем крутиться в контекст нашего разговора сегодняшнего смотрите у меня это не доклад я буду рассказывать и вот что спрашивают меня в меня можно задавать вопросы в любой момент а после выступления ко мне можно подойти и поговорить о наболевших то я вам видел где подходили как раз у команды которая выпустила какой-то свой продукт или выпускает свой продукт или думает выпустить свой продукт я сейчас понаблюдал за слушателями есть какая-то коммуникация она общается с миром о том что вот я хочу сделать тот или я сделал то-то или я сейчас выпускаю на рынок кто-то то есть вот у нас коммуникация но ведь это метафора такая сберга наверху торчит какая-то коммуникации мы что-то кому-то рассказываем о том что мы хотим сделать или сделали или у нас сейчас будут изменения а основная часть айсберга она на самом деле под водой если мы хотим что-то кому-то продать мы обещаем что-то мы говорим слушай уважаемый у меня вот есть такая штука она же тебе нужна на ее дай мне деньги и прочее а внутри есть куча смыслов мы хотим же что-то кому-то для чего-то для его выгоды что-то в его жизни поменять и решить какую-то его проблему нас есть выгода для клиента у нас есть решение проблемы для клиента у нас есть сама проблема и у нас есть сам клиент если мы думаем что наш стартап это только разговор о том что мы хотим сделать для клиента то не пойдет нужно очень хорошо понимать вот именно ту подводную часть основная причина смерти стартапов кто знает какие предположения есть еще 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 слишком заработал миллиард и пошел на 2 и умер или как ну допустим еще какие варианты неправильно но одна из причин вот вот вы и вы первое сказали как вы сказали еще раз повторите правильно сам простая причина продукт не нужен то есть мы там что-то нагульцинировали об этом все рассказали не понимаем какую проблему какого клиента как решаем кстати вот дима про вас наверно говорил оно решение определите на метафору в смысле проблем головы решает мне кажется полностью и не всем людям нужно решать проблему так то есть кому-то выгодно и кому-то невыгодно очень часто бывает что продукт действительно он для какой-то клиентской аудитории он действительно там как-то про проблему действительно там можно может быть есть решение но это может быть просто невыгодно это может быть очень дорого или это может быть очень долго вот сейчас были генетически каких пример мы не знаем когда давайте пойдем по моей схеме кто понимает что тут написано нету два вопроса что вообще написано и для чего написано дальше от века благодарности хорошо еще варианты прикольно вот вот от моей идеи больше нравится кажется что-то страшно написано раздороги больше нету crmk смотрите но для того чтобы как бы вешать вот эту штуку на сайт и думать что это что будет куда-то конвертить не очень понятно тут можно конечно поковыряться там какой-то создать код безопасность еще что-то это платежная система на блокчейне шутка без блокчейна это просто платежная система пир-ту-пир мы это где-то год 13 наверное 14 я занимаюсь нырянием фридайминг есть такая дисциплина мы там груза такие используем кто-то нырял наверно знает так свинцовый груз выглядит у него больше нет никаких ассоциаций тянут на дно да ну фаундеру так удобнее решил ничего не менять дальше интересный пример ну это наш любимый зеленый гигант кто понимает что он от нас тут хочет непонятно версии кредиты еще страховка еще пенсии но пенсии два раза прозвучали да там про пенсии но ему виднее то есть вижу для рекламы какие-то делаются изнутри но насколько понятнее это наш продукт портфельная компания еда файлка слышали наверно но возвращение налога на доход связи с данным смысле в законодательстве рф есть возможность заполнив определенные документы получить получить свое бабло воротное да компания принадлежит free куплено сбер и там ребята работают правильно и маркетологи там правильные понимаете да очень большие отличия то есть нас ведет реклама туда или не туда а кто никто не возвращал тут молодежь налоги никого не беспокоит серьезно да это верно да 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 проблема декларации заполнять никогда нет есть проблему чем не заполнили это как раз вот вот эти ссылки на документы кто еще делал это все делали а сколько время потратили чтобы пару часов только дождаться пока примут потом кого-то отправляли в коридор там что-то рукой дописывают но это было пару лет назад не в этом так а 15 минут отдал для 2011 все а 15 минут что 15 минут вычет получил сами руками как-то делали да позвонил жене она заполнил ну я приказал жене я так могу любой бизнес свой делать ну то есть ваша задача была прийти отдать а заполняла жена сколько ну минут два сколько дней вы не обедали или там нет она заплатила 500 рублей кому это превентива ага вон то есть делали не вы не жена компания такая же какая ну вот в общем то он дышал ага все хорошо два-три дня за него сбор документов я по здоровью на всех членов давайте поаплодируем человеку ну это да у меня все собрал потом пришел в налогу и мне сказали у вас как-то не хватает каких-то там копий потому что я за три года делал а то есть на каждый год она была копия я сделал на один комплект ага я пошел еще куда-то там сделайте копии вернулся в общем где-то в районе полтора часа в налоговую еще что нам делать чтобы сдать просто все три декларации за три года а вы знаете в смысле а вы сами в налоговую ходили в вашем случае а вы в каком году делали вот сейчас делал у меня не было личного кабинета от налоговой и когда я все это сдал а это вы все это вы все еще всю инфраструктуру поднимали спасибо ну а налоговую сейчас начинает они эти сервисы запускают а как вы думаете сколько ндфл берет денег за эту услугу или кто сколько бы отдал для того чтобы эта штука там случилась или ускорилась или быстрее ну вот 500 рублей есть но если я посчитал то есть я потратил 2-3 дня на все сборы но единственное что мне надо было по всем этим больницам сидеть получить все справки все договоры все копии документов а у вас все документы были я так понимаю прикольно а сумма какая получилась если секрет возврата возврата то есть вы прям треть отдали бы на все это дело вот интересный как раз кейс спасибо а сейчас вернемся к пропорции сколько стоит сколько стоит отдать сколько заработаем не заработаем выгоду потому что 8000 это вот что-то а выгода это вы 3000 бы отдали чтобы сэкономить допустим там день или два ну там не полный день же вы потратили кто понимает что эти люди от нас хотят и что они нам хотят дать если хочешь заказать кухню ты можешь сэкономить время при кухне а как вы это поняли все прочитал и потом прочитал еще удачим виржи кухни виржи кухни а при поиске при поиске ли в поиске чего самое дешевое да да видите какая двойственность получается а если проекта нет что делать а зачем 48 мебельных производств А почему недостаточно 24, а почему вообще недостаточно одного, но нужного? У меня сразу такие вопросы возникают. И тут такие штуки про сэкономить до 43% от стоимости кухни. Как бы да, но меня 43% не интересует. Кого интересует в кухне сразу цена? Сразу цена, вперед. Вот всех остальных функционалов, удобства, удобства пользования, удобства сборки. Сразу цена интересует. Нет, цена, конечно, важна. Но вы такие, сначала скажи, сколько стоит, а потом рассказывай, насколько удобно. Верно, это бюджет, но это не цена. Бюджет – это сколько денег в кармане есть на покупку, а там есть цена. Хочется из бюджета не вывалиться. Но хочется, чтобы эта штука, жена могла пользоваться, чтобы было удобно, и чтобы что-то не приходилось менять, ремонтировать и прочее. Смотрите, то есть тут такие как бы… Я сомнительные картинки специально показал. На самом деле продавать у нас наши стартапы, да и что там говорит, дело не в стартапах, у нас вся страна не умеет продавать. Наша страна говорит о каких-то штуках. Самый модный, самый быстрый, самый лучший, не знаю, какие-нибудь высокие технологии или последние разработки. Никто не говорит о том, для чего эта штука нужна конкретному человеку, который читает рекламные сообщения. У нас какие-то абстракции. Впаривание порождает неудовлетворенных клиентов, это нельзя масштабировать. На самом деле, если мы говорим, что у нас самое что-то, то эта штука не работает. Мы не можем ни виральность запустить, ни сфокусировать взгляд человека на том, что она правда что-то решает. В смысле, эта штука не отмастабируется, спрос не увеличится. Какая была ценность в вашем случае? Вы бы пошли покупать этот продукт после того, как потеряли три дня или нет? Что-то у вас изменилось или вы склонны сами? У меня было две цели. То есть первое – это вернуть деньги, а второе – вообще пройти по всему этому процессу и понять, что вообще там происходит. Чтобы такой бизнес открыть? Ну, не совсем, чтобы если потом и делать, то я понимал, где можно средств. Либо где-то сразу документы собирать, либо еще что-то, чтобы не заниматься потерей денег. А вы хотели эту операцию еще раз сделать каким-то образом? Я даже не хотел сократить в принципе в дальнейшем. А какие операции ожидались еще? Не по социальному, допустим, а по ипотеке в будущем. То есть отработать операции с государством нормально? Ну, если есть такой Government Relation. Как с ним общаться? Интересно. Ну, это не бизнес – это отладить собственной коммуникацией. Спасибо. И ценность позволяет управлять ценой. Вот как раз мы сейчас про цену и говорим. про вот эти, почему мы столько времени потратили, сколько мы хотим за эту услугу отдать, и сколько мы на этой, ну, в смысле, не купив это, сколько мы времени потеряли. А вы рассматривали какие-нибудь сервисы, когда ввязались и поняли, что что-то долго, и не стоит ли пойти, и за сколько-то там, 500 рублей, как у вас, сократить себе… Нет, я даже делал, я вот так могу сказать, несколько лет назад, опять же, та же самая примитива, но я там получал лучше, чтобы вычеркнуть на… Сейчас почему не пошли в очередь примитива? Ну, я же говорю, у меня была одна из целей, чтобы самому… Четко так было. Ну, это же квест, в смысле, в отмене с крестом, когда я проехал и качал. Наверное. Проверить не дай мне примитивы. Мне понравилось. Хорошо, спасибо. Смотрите. Опять же, если клиенту не донесена ценность, то он вынужден придумать ее сам. Ну, в смысле, вот самый первый слайд про нашего зеленого гиганта, который что-то говорит такое, когда люди думают, что это то ли кредит, то ли пенсия, то ли еще что-то. На самом деле, такая продажа не осуществляется, потому что люди просто никак не реагируют. Необходимо показывать целевое предложение целевому клиенту, понимая, что он действительно это хочет. Ну, иначе это просто слив рекламного бюджета. Кто понял, что это такое? Может быть, есть предприниматели, у которых это что-то напоминает какое-то больное место? Трекает, когда человек приходит на работу, то есть одно опоздание. Ага. Еще версии? Ну, кажется, согласны. Правда, это так? Это штука про слежение, условно говоря, эти восьмерки стоят. Это наш портфельный проект «Мой график». Ребята сделали интересную штуку такую, ничего отмечать не надо. Она сама через Wi-Fi точку доступа определяет, когда человек приходит через сотовый телефон, смотрит на регистрацию «Мой адрес» и говорит, вот Петров пришел, ушел во столько-то. Очень удобно. Сейчас поговорим как раз. Он может прийти посидеть, да, но там как бы… Регистрация вообще, включенность человека в работу, конечно, не решается. Но когда это какой-нибудь ритейл, где работают там 10 тысяч человек, в подразделении работает 500 человек, и эта проблема решается чуть-чуть другим способом. Но тут решается задача фиксации выхода. Она и так решалась компанией. В принципе, бизнес, в смысле, вот этот проект искал клиентов тех, кто и так уже фиксирует время выхода на работу. Смотрите, тут такие как бы… Мы с ребятами поработали и уперлись в упрямство в основателя. Он решил, что эта штука выгодная. Вот кто прокомментирует потери 300 тысяч выручки на 15 минут? А насколько это важно и почему? Давайте повыдумываем. Это цифра из потолка пока получается, что в каждой компании одна минута может стоять других денег. Ну, ориентироваться на это кто-то может, а для кого-то это совсем другие цифры. Не очень понял. Ну, в смысле, да, другие цифры и поминутно прочее, но я бы хотел, чтобы обсудили вот про 300 тысяч. А кто связан с ритейлом хоть как-то? Кто, не знаю, кто связан с ритейлом просто с торговлей? Ну, тут понятно, к чему относятся. Непонятно, в каком контексте вот эти факты. Олег, наверное, за день мы получаем прибыль выручку какую-то. Если мы откроемся на час позже, у нас, соответственно, может быть меньше прибыль. Это правильно, действительно. Видите, тут внизу поправка, не поправка, а серым цветом 10 миллионов оборотов, но это ритейл. И 300 тысяч правда теряется, но в ритейле выручка, она вообще мало кого интересует, потому что реально людей интересовала маржинальность. Когда начинали кейс ковырять, все поняли, что мы недозарабатываем столько. Опять же, цикленно статически, потому что утром и вечером больше продаж. Верно, это тоже так. Мы когда с ритейлом начали разговаривать, нормальный ритейл сказал, что очень похоже на высосанное из пальца, при том, что ребята точно проводили исследование. Но они пошли, копнули проблему, нашли верхний слой, его написали, потому что цифры плюс-минус не сильно будут, но доверие у потенциального клиента было небольшое. Ну типа как? А каким образом именно произойдет эта потеря? Как докажете? Задержка смены 15-300 тысяч, 300 тысяч фонда оплаты труда в год вы теряете себе 200. Там такой вопрос, а что если нет? Или там, а что если не по этой причине? Или, а что если, ну, мы вам начнем платить за этот сервис, а мы не перестанем терять там по каким-то сезонам? Как вы докажете, что мы перестали терять, потому что вы внедрили эту систему? Вот у нас аналогичный вопрос сейчас. А что за сфера? Нефтехимия. Там управление производственным процессом. Группа, если температура будет большую держит, ну, оптимальную машину, чтобы расход для всех этих писаний был оптимальным. Но еще куча факторов примешивается, и вопрос аналогичный всплывает. Как вы докажете, что... То есть у вас такая многопараметрическая система, и вывод сделать однозначный, вывод о пользе сложно? Да, ну, грубо говоря, как на машине, то есть оптимальный расход 90 км в час, если ты едешь. Вроде бы, да, ты сэкономил тут на бензине, ну, если ты знаешь, что ты едешь 120, и одно у тебя будет первый расход. Ты не всех факторов получишь. Могут быть пробки на дороге, могут, там у тебя там не отрегулирована электроника или еще что-то. Холодно, холодный двигатель, горячо, там что-нибудь. В целом, да, но много факторов еще других. Спасибо. АП-тест? В этом случае? Можно. Хороший вариант. Ну, в смысле, да, можно предложить пилот, предложить пилотирование проекта и сказать, что, уважаемый потенциальный клиент, делаем пилот. Если мы увидим, что есть корреляция выручки и тем, что люди стали приходить вовремя, и выручка станет такой, а была такой, то ты нам должен будешь платить энд денег. Ну, в смысле, давай тогда как контракт. Хороший вариант. Ну, тут нужно чуть-чуть по-другому работать, а не предлагать влог. Это консалтинговые продажи, они очень эффективные. Спасибо. Ребят предложили такую хитрую штуку. Ребята-инженеры сразу предупреждают, они выкатили такие афера. Когда стартовый бесплатно, сразу видишь боящегося человека. Очень часто он, скорее всего, инженер и с людьми говорить не хочет. Любая тарифная сетка, когда есть дешево, дорого, очень дорого, это попытка снять с себя ответственность и перевесить ответственность за выбор на клиента. Ну, типа, я не знаю, ты сам выбирай, я не хочу. В то время как гибкий бизнес бесплатно. На самом деле тут нужна только одна цифра, какая вы даете? Максимальная? Да, конечно, максимальная. Мало того, здесь 300 тысяч выручки люди теряют, и фаундер хочет взять 1390. В то время как вы за 8000 экономии 3000 должны были, хотели отдать. Ну так, реально, это где-то 30 суммы. И меньше полтинника брать за это глупо. И самое интересное, что ритейл очень сильно сбивало с толку эту вещь. Они говорили, ты хочешь 1390 рублей за экономию в 300 тысяч, ты или не дозарабатываешь, или нам врешь, что ты 300 тысяч экономишь. Все, стоп-дил. Пока до основателя мы это донесли, ну, в смысле, мы как бы попили друг у друга много крови. Такой упрямый товарищ. Понимаете, да, интересная ситуация. Честно, можно брать 10% легко, 20% почти легко, можно взять треть. В промышленности можно взять в некоторых случаях половину денег. Надо очень хорошо понимать, кто наш клиент, с кем разговаривает, и как он описывает проблему, и какой он у себя несет. Ну, в смысле, на предыдущем примере очень важно, что, ну, очень хорошо нужно понимать проблему, которую описывает клиент, и уметь с ним посчитать или за него посчитать. На сайте это сложно сделать, но это была битубишная сделка, когда ты что-то продаешь бизнес. А если что-то ты продаешь бизнес, ты очень должен хорошо понимать, что у него творится, что он зарабатывает, что он недозарабатывает. Ключевой вопрос – сколько это стоит, почему это столько стоит, как можно продавать дороже? Знаете, есть такая моя любимая байка в Калифорнии, где траву можно продавать, если в аптеке есть лицензия. Девочка стояла на выходе из аптеки с двумя коробками печенья, продавала она печенье в два раза дороже. Она продала две коробки большие такие за час или за два, потому что товарищи, купившие траву, выходили и натыкались на оффер, что сейчас есть сладкое. Я не буду спрашивать, кто курит, скорее всего никто не ответит. Я не курю тоже, я даже не пью. Она продала печенье человеку, который озабочен тем, там есть такой физиологический эффект, наркоман курищий, он ест сладкое потом. И он готов это сладкое купить сразу. Печенье продается везде, но купили у нее. Понимаете, да? Это актуально. Она поэтому продавала дороже. Просто тупо печенье, тупо дороже. Нужно предлагать что-то тогда, когда человек максимально озабочен проблемой. Не раньше, не порт. Попробуй наркоману траву на печенье с утра продать. Зачем? Вечером он уже покурил. Зачем? Завтра он запасаться не будет. Он же наркоман. Там у него нет плановой экономики. В этом же здании находится магазин, где такая же вода, такая же бутылка, по 14 рублей. Но я сам и понимаю у нас людей, кто просто не парится, что мне сейчас идти в Сидермарк. Я пришел в Питер, вот сразу же взял бутылку, сразу же занимаюсь. Два раза маржа. Пятьдесят рублей можно ставить, упадет чуть-чуть выручка, а экономика станет лучше. Серьезно. Ну в смысле там будет шум, обнаглели совсем, чего вы воду продаете. Но на самом деле вода по 14 рублей тоже очень дорого. С учетом того, что она там вокруг течет. Понимаете, да? Я все-таки успею, наверное, вот это мой любимый пример. ExoBike. Это наша портфельная команда. Они сделали такую штуку. Они сделали не велосипед. Они сделали устройство, которое посередине, аражименькое. Оно прикручивается к велосипеду и крутит основную звездочку. Оно делает из велосипеда электровелосипед. Вот. Придумали, приехали к нам и говорят, ну все есть. Инженеры, нормальный вариант в смысле такого. Я не помню ниоткуда, но в смысле думают как-то мячи. В смысле классно все умеют делать руками и достаточно тяжело разбираться с рынком. Приехали к нам за экспертизой. Как продавали? Мы с Колково. Мы бу-бу-бу, отечественный производитель. У нас что-то офигенный какой-то двигатель. Наша батарея, там такая интересная штука у них была. Велосипед, чтобы не тащить в офис, Велосипед паркуешь внизу, батарею снимаешь с этим, с приводом. Тащишь наверх, заряжаешь. Ну как бы да. И давайте велосипедные туры будем продавать жирным туристам. Ну в смысле приезжают какие-то жирные туристы в Крыму. Ты же жирный, жирный. Ну в смысле в Бору же не поедешь. Ну не поедешь. Смотри, у нас есть адаптирный велосипед. Они такие гипотезы, нормальные все. Для тех, кто не хочет худеть принципиально. Тут как бы, знаете, вот такой интересный способ работы с ценностью. А вы правда считаете, что людям важно знать усколков? Ну да, почему нет? Ну типа наш, отечественный производитель. Мы говорим, хорошо. А вот это про 1000 ватт на час, ну это же наш параметр. Я говорю, хорошо. Батарею можно заряжать, сняв с велосипеда, оставив его на парковке. Мы когда начали с людьми разговаривать, выяснилось, что на самом деле эта штука такая нагрузка. Налог. То есть я иногда налогом называю то, что делать нужно, но не хочется. Есть выгода, есть налог. И позволяет продавать велосипедный тур. Они походили по турам, очень сложно, почти ничего не нашли. В смысле, нашли какие-то разовые вещи. Но, например, для велосипедных туров, для туристов, вот эта фича про то, что батарею можно снимать, их она вообще не интересует. Вы нам намертво можете приварить, сделать электровелосипед, потому что ваша штука плюс велосипед получается дешевле в два раза, чем китайский электровелосипед. Начали делать КАЗДФ. Кто знает КАЗДФ, что такое? Народ оценился. А кто сам делал КАЗДФ? Ооо, ну уже что-то. Ребят отправили в поля, разговаривать с клиентами, с потенциальными, с текущими и искать проблемы. Нашли несколько интересных проблем, не в России нашли проблемы. У ребят хватило упорства пойти в Европу и поинтервьюировать людей. Немцы ездят далеко, ну я не знаю, вследствие какой-то своей экономности, либо еще по каким-то причинам. И на велосипеде очень часто ездят на работу, и выясняется, что очень много народу не хочет приезжать туда с потершим. И сейчас они там очень активно продают, на самом деле, в Европе, Германии, в Голландии у них есть нормальные продажи. То есть, проблему на самом деле, проблему, которую они решали в клиентском сегменте, отсутствие души на работе. Представьте себе, где мы были в начале, там жирные туристы, где мы стали в конце. Появился еще один интересный сегмент, семейные пары, где девушка слабее, физически, чем парень. Но хочется кататься, ездить далеко, но быстро устают, и тоже такое интересное решение. Хочешь ехать наравне с парнем, поехали, я тебе вот эту штуку куплю. Ну и, соответственно, нашли туристов, но туристов нашли в горных районах. То есть, прокатные компании не городские, а которые едут в гору, в которой, в общем-то, нормальный, подготовленный человек очень долго ездить не сможет. Вот этот пример про девочку с печеньем и наркоманами. Это тут как раз здесь. Смотрите, то, что я сейчас описал, это называется Problem Solution Fit. В смысле, есть какая-то штука, которая действительно существует, которую можно выявить Customer Development, на которую можно предложить какое-то решение. Да, можно отталкиваться сначала от решения. Очень часто у стартапов такая проблема. Вследствие какой-то технологической экспертизы или личной проблемы у нас есть решение. Вот, на вас, наверное, похоже. Хочется его делать, ну, хочу, не могу, иначе там цвет белого не видать. И начинаем носиться по рынку искать. Ну, хотим, значит, делаем, значит, верим. Хотя по-хорошему нужно сначала понимать, какую часть жизни, каких людей мы хотим поменять, и уже на этом искать решение. Это сильно продуктивнее. Потому что иначе, получается, команда может очень время много потереть. И отказываться очень больно. Это тоже проблема. Иногда заканчивается это тем, что Customer Development, команда, у которой есть уже готовое решение, которое не разработано ни под конкретную потребность, она Customer Development делать не может. Самые умные научаются задавать вопросы, заводить коммуникацию, методологически правильно таблицы заполнять и прочее. Но слышат они, что хотят услышать. В смысле, вот, пуля в голове сидит это. Хочу вот эту штуку для тех-то. Эти не подтвердились, те не подтвердились, пятых нет, десятых нет, никого нет. Все равно хочу делать. Полгода ушло, год ушло. У меня был основатель, он сейчас есть. За пять лет 900 тысяч долларов потратил. Карта дисконтная. Он вмонтировал в обычную карту чип, который можно загружать в другие карты лояльности. Он это до сих пор делает, несмотря на то, что люди уже платят с телефонов и прочих. 900 тысяч долларов. Я с ним чуть не подрался, когда он у меня на консультации был. Ну, в смысле, он у меня начинает уговаривать, что я ничего не понимаю, что взлетит и там. Сейчас мы только продадим «Газпром» и «Норильском уникеле». Очень сильный продавец был. Он реально продал этих карт тысяч где-то на 200 долларов. А потратил где-то миллион сто за четыре года. Я говорю, ну, хочешь, делай. Тем, да, спасибо за напоминание. Я сейчас могу поотвечать на ваши вопросы, если есть наболевшие штуки про проблему решения. Кто? У кого что-то такое? Здравствуйте, спасибо. Слышно меня? Да, слышно. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой вот по поводу КАЗДЕВА. Что почитать, где почитать. Тема такая свежая, про нее не так много информации, качественные, хорошие. И что бы порекомендовали с прочим материалом? Блоги, статьи, книжки есть? Книга «Спроси маму», которую Артем разыгрывает сейчас, если вы сейчас зададите лучший вопрос. Это само собой, в смысле, книга «Спроси маму». Я дать микрофон, и мой вопрос будет лучше. И вот кнопочку нажимаешь? Да, внизу. Ага. Раз-раз. А, хорошо. Меня и дать. «Спроси маму». У тебя идеи, продукты есть? Есть. Надо просто идти и спрашивать, но не купишь или не купишь. А, в смысле, если у тебя есть идея продукта. Я пытаюсь продать, я правильно? А что у тебя за идея? Ну, грубо говоря, это CRM-ка для B2B, который с ритейлом работает. Даже не CRM-ка. Учетная система, короче. А чем она отличается от других? Которые B2B… Я не могу найти других, которые бы решали эту потребность. А какая потребность-то? А потребность… Б2B с ритейлом. У меня есть бренд, где я микрофоны продаю, да, например. И вот микрофоны какие-нибудь там, микро называется, да, условно говоря. Я новенький на этом рынке, захожу на него. У меня вот бренд, я представитель этого бренда. И я хочу, чтобы у меня тысяча точек продавали эти микрофоны. Тысяча точек у ритейлов какого-то, чтобы зайти в какую-то сетку? Чтобы моя продукция была в тысячу точек, мне надо туда зайти. А как мне их мотивировать? Мотивировать, ну, кажется, что можно бонусами, ретро-бонусами. Ну, там, ништяками, которые платятся за фактические продажи. Да, мы есть. Я им делаю там на мобильную приложуху какую-нибудь, да, условно говоря. Они в этой приложухе, ну, они у меня закупаются, получают продажи. Их продавцы на конечных… Подожди, стой. Они у меня. Ты владелец бренда. Да. Закупается кто у тебя? У меня закупаются розничники, либо дистры какие-то и так далее. Нет, розничники, розничники. Я сам владелец бренда, который с конечниками работает. Соответственно, они отмечают свои продажи в этой приложухе. Я эту статистику вижу, я получаю… А зачем в своей приложухе продажи отмечать? Они за это получают ништяки в виде бонуса. А кому это нужно? Кто так работает по этой схеме? Ну, в смысле, сетки так не работают. Они не хотят связываться с какой-то хитрой монетизацией, лояльностью и мотивацией. Не-не-не, я говорю не про сетки. Ну, ты сейчас говоришь розничники. Просто, значит, одиночные розничники. Да, да, да. Ну, чего проблема? Ну, в смысле… Автозапчасти, я говорю. Хорошо. В чем проблема пойти в автозапчасти? И… Да. Не-не-не, я так и делаю. У меня вопрос, как бы, как это делать более системно? Как правильные вопросы задавать и так далее? Я уже пробую, просто у меня… Ты заставляешь купить их? Да, я пытаюсь продать. Что тебе говорят? Ну, разную, как бы, контент. Там, куча-куча-куча, вот, разную. Смотри, какую их проблему ты решаешь с тем, что нужно поставить приложение, отмечать продажи и прочее? Какую их проблему ты решаешь? Какую? Их проблему ты решаешь. Вот я владелец магазина автозапчастей, ты мне привез марку новых колесных дисков, вот с этой штукой, и ты меня заставляешь, налог ты мне даешь, чтобы я еще продавал, еще что-то там отмечал, у меня товара продавать миллиард номинований или миллион. И приходит миллион, первый красивый молодой человек, и говорит, смотри, через такой геморрой ты мой товар продавай. Какую он при этом? Я бы, знаешь, я бы говорю, да, хорошо, а какую такую большую проблему ты мою решаешь, чтобы я с таким трудом для себя продавал твой товар, при том, что у меня миллион номинований продается, как традиционно. Ага. Или ты мне маржу какую ты даешь, x1000? Или даже… Ну, я понял вопрос, я сейчас не могу на него отвечать. Понимаешь, да? Ты должен решать проблему клиента. Еще вопросы? Вопросы на образование на производство. То есть, конкурентов… Кто так представит, да? У меня нет конкурентов. Выявить потребность я заказчиком могу, но я финансово… Он все… Он все… О, у меня слышно. Конкурентов нет. Посчитать финансовые потери от неиспользования моей услуги… Да. От неиспользования твоей услуги… Да. От неиспользования твоей услуги потерь никогда не будет. От не покупки товара потерь не существует. Да. Но есть потери, если я проблему не решу, которую решает твой товар для меня или услуга. Да, да. Подожди, ты поняла? Да, да, я понимаю. А теперь, если мне задать вопрос, чувак, а у тебя же есть проблема? Ну, у тебя же есть решение какое-то? Конечно. Я говорю, есть. А что будет, если ты не решишь эту проблему в какое-то время, сколько денег ты потеряешь? Ты не хочешь этот вопрос мне задать? Задавай этот вопрос в связи с моей услугой. Я не могу получить конкретного ответа, потому что никто не просчитывает убытки по этой статье никогда. Помоги посчитать. Или их ты придумала? Нет, их не придумала. Бывали конкретно. Конкретно. Смотрите. Вот вы владелец бизнеса. У вас есть люди, которые на вас работают. Для того, чтобы они работали продуктивно, вы там приглашаете тренировки, что-то там делаете. У вас есть HR-директор, HR-менеджер, бла-бла-бла. Вы на все это тратите деньги. Но финансовый выхлоп вы посчитать можете с огромным трудом. Выхлоп чего? Работы с персоналом. Дальше. Я могу приглашать… Выхлоп от того, что я приглашаю кого-то учить. Зачем вам нужен HR-директор штатный? Зачем платить ему постоянно зарплату? Зачем нужен рекрутер и прочая вот эта сфера? Я могу прийти в вашу организацию, снять потребность, посчитать и на аналитике за 3 месяца поставить все процессы и выйти. И они без меня будут работать. Ты консультант. Ты такой же консультант, которого не купили. Он других купил, а тебя почему-то нет. Фишка в том, что, допустим, на рынке такого консультанта больше нет. Это не преувеличение. Есть такая фишка. Вы смотрите на одну организацию и понимаете, чтобы у вас было так же, как у нее. А выяснить, как у нее происходит, вы не можете по ряду причин. Вот там, закрытая организация. А я знаю, потому что я не работаю и мне разрешили рассказать. И я могу это сделать. Но я не могу посчитать, сколько там стоит эта услуга. В смысле? Возьми в любую цифру, в любую долю возьми. Уталка? Нет, зачем? Сколько ты человеку денег выкануешь? Я не могу посчитать цифру. Потому что вот эту информацию... У тебя предложение, давай посчитаем твои убытки. Ты как его делаешь? Вот не знал, как его посчитать. А ты его сделаешь вообще? Да. В смысле, ты приходила к людям, у тебя, очевидно, есть убыток. Точно знаю, что есть. Могу посчитать, сколько. Ты делала такое предложение? Я делала такое предложение. Нет, мы вас не пустим, это наша коммерческая информация. Стой, стой. Это я сказал. А ты что говорила? Я говорю, давайте посчитаем, мне нужны такие, такие, такие показатели. Давайте. Ну нет, это наша коммерческая информация. И закрылись. Все, последний клиент. Больше нет других. Ну есть другие, но хочется как-то вот это вот обойти, сказать сразу, что стоит столько. Хочется миллиард, хочется миллиард, и чтобы вот здесь был и завтра. Ну в смысле, нужно идти в клиентский сегмент и задавать вот эти вопросы, каждый раз их меняя, чтобы отреагировали. Потому что человеку на самом деле не спросил, а предъявил их. Ты такой, ты, короче, у тебя убытки есть, вот такую, такую, такую цифру давай. Он такой, ты кто вообще? Кажется, ты в смысле делаешь что-то похожее. Я не хочу тебя обидеть, но ты достаточно, как бы так все, ну, я точно знаю. Это же, ты лезешь в чужой огород. Люди не очень любят цифры открывать. Ты кто? Почему? Референс какие у тебя? Что ты до этого сделала? Кто за тебя может поручиться? А что если цифры уйдут? Это все есть. Ну, то есть там референс есть какой-то, есть какой-то уход. Хорошо, сейчас подаю. Ко мне можно подходить. Угу.